24 октября закончился срок подачи документов для регистрации кандидатов и списков кандидатов в депутаты Государственной Думы, Федерального созыва, Законодательного собрания и Думы ОГО, которые пройдут 4 декабря 2011 года. По выборам депутатов Государственной Думы документы к нам поступают, уже регистрируют федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутые политическими партиями. На федеральном уровне на выдвижении представили документы все 7 политических партий, это парламентские партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и непарламентские партии «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России». Значит, 24-го сдали документы, 24 октября, ну теперь окончательно последние документы, кто сдал. На уровне досрочных выборов депутатов Законодательного собрания Севердловской области списки выдвинули избирательное объединение партии «ЛДПР», «КПРФ», «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Правое дело». На областных выборах не участвуют у нас две политические партии, это «Яблоко» и «Патриоты России». Сейчас избирательная комиссия Севердловской области занимается проверкой подписей избирателей, представленными партиями «Правое дело» на наших выборах депутатов Думы Артемовского городского округа. 24 октября, просупрещение, кандидаты и избирательное объединение уполномоченных представителей сдали документы на регистрацию. По единому общемуниципальному избирательному округу, где избирательное объединение политической партии у нас выдвигали списки кандидатов, документы на регистрацию представили все политические партии. То есть это Артемовское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Артемовское городское местное отделение политической партии «КПРФ», региональное отделение политической партии «ЛДПР» и региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Севердловской области. Документы все представлены. Все это парламентские партии. В поддержку выдвижения подписи избирателей они не собирали. По одномандатным избирательным округам. По 10 одномандатным избирательным округам выдвинулись в порядке самого движения, либо выдвинуты были избирательными объединениями всего 40 кандидатов. По 10 округам на 10 мандатов 40 кандидатов выдвинулись. На регистрацию 24 октября документы представили 39 кандидатов. Кандидат по одномандатному избирательному округу Поткин Владимир Иванович, который выдвигался в порядке самого движения, он написал заявление о своем выбытии от дальнейшего участия. Это его право. Осталось у нас 39 кандидатов. Кандидаты, которые были выдвинуты в порядке самовыдвижения по одномандатным округам, они же представляли подписные листы с подписями избирателей. В настоящее время окружные избирательные комиссии занимаются проверкой подписей избирателей, проверкой сведений о кандидатах, которые они предоставили о себе. Территориальная избирательная комиссия занимается проверкой сведений о кандидатах в составе списков кандидатов, которые они представили о себе, и проверкой достоверности, сведений о источниках размера в доходах и об имуществе кандидатов. Вот этим в данный момент занимается избирательная комиссия. В течение 10 дней с момента представления избирательными объединениями и самовыдвиженцами документов для регистрации, члены избирательной комиссии должны принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов и списков кандидатов. Еще я обращаюсь к средствам массовой информации, дать такую информацию о том, что у нас с 19 октября мы в территориальной избирательной комиссии выдаем открепительное удостоверение. Избиратели, которые 4 декабря будут находиться за пределами Артемовского района либо за пределами того избирательного участка, где они зарегистрированы, имеют право получить открепительное удостоверение для голосования на выборах депутатов Государственной Думы и на досрочных выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Открепительное удостоверение можно получить, повторяю, с 19 октября по 13 ноября включительно в территориальной избирательной комиссии, в рабочие дни с 9 до 17 часов и в выходные дни с 10 до 14 часов. Избиратель, который приходит получить открепительное удостоверение, должен иметь при себе паспорт. На сегодняшний день у нас желающих еще нет, но мы ждем в любой момент. Поэтому все, кто 4 декабря не будет находиться на территории своего избирательного участка, даже вот здесь у нас в городе, допустим, у нас есть работники полиции, которые будут 4 октября, 4 декабря находиться на службе на охране общественного порядка. То есть, если он, допустим, проживает в городе, зарегистрирован, а будет находиться на службе, допустим, даже на Булнаше в селе Покровском, он имеет право получить открепительное удостоверение и там проголосовать. Продолжение следует... Продолжение следует...